Дорогие мои, во-первых, здравствуйте! Доброго весеннего вам утра! И, вы знаете, мне нашу встречу хотелось бы начать вот такими вот словами, что в библиотеке очень часто мы проводим мероприятия, посвященные семье. Для нас это очень ценно, потому что в нашу библиотеку приходят разные люди. Но всегда вот красной нитью ценность семьи для нас это однозначно и незыблемо. И вот вы все знаете, это и семья Григорьевых замечательная. Много раз я освещала книги Валентина Евдокимовича. Это семья Труфан. Да, у нас много-много таких семей крепких, с которых можно брать пример. Семья, о которой я сегодня хочу рассказать и посвятить встречу этой семье, это семья Ходунковых. Долгие годы лично я знала Лилию Леонидовну Ходункову. Это, можно сказать, человек с высокой гражданской позиции. Она возглавляла у нас ВААПИК города Ставрополя. Сделала очень много для нашего города. Вот. Мне довелось проводить и встречу с ее внучкой Лилечкой, которая очень интересно рассказывала об основании Азова-Моздокской линии. Вот. Это историк с очень глубокими знаниями, которые передаются дальше вот поколениям. Но сегодня, вы знаете, особенная встреча. К нам в гости пришел член Союза писателей России. Замечательный наш автор, да, наш Ставропольский автор. Это Константин Дмитриевич Ходунков. Давайте встретим его. Дорогой Константин Дмитриевич. Сегодня, ну, все слова наилучшие вам. Но мне, если можно, я присяду. Я вот как бы... Я тоже попрошу потом. Мне бы хотелось сказать, что эти книги пользуются любовью Константина Дмитриевича. Книги пользуются любовью у наших читателей. Почему? Они посвящены добру. Всегда добро побеждает. И в прозах. Во-первых, это и проза, и это и поэтика очень высокого уровня. Но мне, дорогие мои, хотелось прочитать для вас небольшой отрывок моего любимого рассказа. Вот у меня в руках сборник «Штрихи времени». И сегодняшняя наша встреча так и называется «Штрихи времени». А какие же они? И вот я хочу зачитать рассказ, отрывок «Мое богатство». Что пишет нам Константин Дмитриевич. Иногда я чувствую себя намного богаче и счастливее самого удачливого богатия. Потому как он богач, собирая, сколачивая капитал, объективно изымает его из окружающей среды. Как бы высасывает, отбирает у богата за тем, чтобы присвоить себе, не говоря о том, с какой долей честности он это делает. Я же, мой капитал, беру только в души своей и сердце, чтобы потом, как капельку духовно-нравственного тепла, раздать, подарить людям. Он отбирает, я дарю. Дорогой Константин Дмитриевич, что вы нам сегодня подарите? Какие свои стихи? Вот, пожалуйста, почитайте. Ну, я иногда тоже позволю почитать. Ну, во-первых, я бы хотел всем нашим вот этой группе интересной сказать так. Всё, что вы хотели бы, на какую тему услышать сегодня от меня, что вас интересует, я постараюсь отвечать стихами. Ну, а поскольку вот по требованию уже бросили, что сегодня у нас очень интересный день, а точнее 12 апреля, мы, наверное, давайте с этого, может быть, и начнём. Вновь русской славе рукоплещет мир, овации волды шлещут по планете, на все лады трещит, гудит эфир. А новость, а новость, чудо-спутники, а новость, чудо-спутники, а та летит, летит в район до луны, как звёздочка, как ручек, как жар-птица, её ведут сыны моей страны. Ну, как мне этим делать, не гордиться? Будет турбинами 20-й век, летят года, эпохи, эры. То в космос устремился человек, вспоров себе толще атмосферы. А в этом часе, в этом чудо-две, мечтали лучшие умы, не камень, а их зато сжигали на огне и называли архи-чудоками. И вот она ни в сказке наяву, ни в песнях чудотворца и поэта, летит, сверлит, буралит синеву, ручная, рукотворная планета. А в этом часе, в этом чудо-две, мечтали лучшие умы веками, а их зато сжигали на огне и называли архи-чудоками. Мы верили, что именно у нас должно было подобное случиться. И делом приближали этот час по капли, по частице, по крупице, растели хлеб и плавили металл. Среднее становились год от года. И вот он, этот славный день настал, великий день великого народа. Но я не буду его дальше читать, просто вот этим отрезочком мы давайте и начнем наш разговор. Ну, если речь сегодня идет о семье, если речь идет сегодня, как у нас мероприятие называется, штрихи времени, то я примерно в этом плане буду строить свой разговор. А вы можете перебивать меня, задавать вопросы, или я что-то выскажу, потом идите задавать. Моя жизнь протекла через далее и шире. Очень сложное время прошло, протекла. По бескрайним просторам спокойной Сибири, по горячему югу России прошла. Там и там я не раз видел радость свершений, блеск от счастья горячих очей. И не меньше того пережил потрясение, изощренность и подлость дельцов от качей. Это все в моей памяти ныне хранится. Это все через сердце и душу прошло. И те добрые, чистые, светлые лица, и рожденные ложью, коварствах и зло. И на этой земле, где б я не появлялся, я старался для всех только доброе петь, только доброе, чистое сеять старался, чтоб хоть как-то людские сердца обогреть. И под заново след об одном размышляю, как до финиша той же тропой у нас дойти. Не купиться на ложь, что вокруг процветает, и на радость подонков не сбиться с пути. Чтоб люди потом, когда миг свой покинули, как последнюю песню свою пропоили. За свершенные мной не плевали мне в спину, не бросали ко мне на могилу мою. Конечно, вы родились в таких замечательных краях, а у меня сборник в руках «Где она? Деревенька родная». И сейчас я вам прочитаю стихотворение Константина Дмитриевича «Где она? Деревенька родная». «Где она? Деревенька родная, Край до боли роди на земле, Та, где люди, за правду сражаясь, На великие подвиги шли, Где те бури и рожденные силы, Где та гневом рожденная рать, Что бралась за дубины и вилы, Чтоб хребет паразитам сломать. Где те песни, тот пафос, Что прежде создавали накал трудовой, Грели души священной надеждой, Воедино сливая с собой. Неужели та грузная сила, Что господ паразитов смела, Светом правды тебя озарила, Как вода сквозь песок утекла. Вы знаете, с большим теплом Здесь вот пишет Константин Витриевич О своих земляках, О своих родственниках. И вот такие книги, мне кажется, Они действительно, Она небольшая эта книжечка, Но я вам всем советую прочитать, Потому что такие книги Действительно нас согревают Своими простыми, добрыми историями, Понятными каждому. Когда-то писатель Александр Фадеев, Великий писатель, Написавший молодой барьер, Сказал, что писать можно стихи, И не только стихи, А любые сложные произведения. Можно биографии. Не биографии, где родился, Хрестился, А то, что ты пережил, Перенёс, выстрадал, увидел. И всё это честно, честно, И подчёркиваю ещё раз, Передал людям. Так вот, я как раз О своей биографии, наверное, Буду говорить в стихах. Я родился, где цветут саранки, Где медунки сладкие, как мёд, Где гривы, как скатерсом, Бранк, Лес колдун обидно подаёт, Где от ближних хлеб и соль не прячет, Где плевать в колоде стяжки и грех, Где не бьют упорных и лежачих, Где невзгоды делятся на всех, Где на ветер сбросают слово, Не юлят, не ползают у ног, Где не надо убеждать другого, Чтобы тот в беде тебе помогал. Низкие домики снегом покрыты, Будь-то кораблики в дарях открыты, В небо струлящиеся сизы с дымов, Сердце даными сжимают в колок. Милые, тихие, неморозимые, Отчие гнёздышки Богом хранимые, Много я видел на свете Мудрёдова, Волны кипящие, Парьбы зелёные, Виллы дворцы и дома испаримые, Но только к ним я привёз по паринам, К ним я без крайних стегам этим белым, Сердце моё навсегда прикипело. Я помню нашу старую берёзу, Что в землю снова жила и не росла, Я вижу, как она, роняя слёзы, Согнулась в околице села, И если чё, безжалостная осень, Ей всё труднее стать, свою хранить, И хочется мне всё на свете бросить, И там преднёю волну склонить. Дорогой Константин Дмитриевич, А вы нам можете сказать, А вот как вы стали писателем? Как у вас эти строки вообще рождались? Скажу. Расскажите, вот откройте всем нам свет. Ну как, я, конечно, не знал, Что я буду писателем. Понимаете, детство моё Было очень сложным, трудным. Так случилось, что отец нас покинул, Когда у нас было четверо мамы. Простая крестьянская семья. Жизнь была очень трудная. Два града, по сути, Умерли с голода, Тут война наступила. Ну что-то, вот, значит, Видимо, было от Бога, что ли, Заложенное. Я ещё учился в третьем, четвёртом классе. У меня, как правило, уже рождались Такое стихи. А у Соколова-Генка Всем заплачивать на коленке, Хотя у меня было их больше. А у Ноликова Саша голова Набита кашей. Значит, вот так. Такого плана я их уже сочинял, Эти стихи. А она классикам нравилась? Ну, а как же, я вот об этом И писал, значит. Может, у вас какая-то судьба была, Где вы всё это читали, Или как это происходило? Нет, ну, по-детски. По-детски, да. По-детски. И уже вот в 43-м году я, В 43-м году я написал Такое удачное стихотворение Директор школы говорил, Ну, пасти, тебе надо писать. Я потом начал писать. Потом опять бросил. Ну, как? Жизнь-то была сложная, непростая. Значит, рано начал работать. 13 лет война, когда началась. Потом, где-то в 15-14 лет, Поработал на заводе. Это сложное военное время. Потом на фронт пытался бежать. Интересная вот такая... А как вы на фронт пытались бежать? Может, расскажете нам? Ну, как на фронт? Это же... Был в ремесленном училище. И вот где-то с фронта, с Украины, Приславик прибыл как-то мальчик. Оттуда его перевели на большую землю. Звали его Анатолием. И он рассказал, как полицаи свирепствуют. И мы шли, пацаны, бежать на фронт. Ваня Потапов, Миша Котов и я. И вот, значит, нас держали, Эти учащиеся или ремесленники, Поддержали, значит, нас. Мы готовили байки хлеба, Свои сушили, значит, Соя. Это тогда была, значит, такая... Его можно было хранить. Собрали с собой. Ну, и побежали на фронт. Проехали мы две остановки или три. Сначала сели в вагон, Который уголь перевозили. Значит, нас мотало где-то 60 километров. Потом туда остановки перебежали. В вагон, который везде сел. И открыто было. Было открытое окошечко. Мы туда проскользнули и уснули. И вот, видимо, кто-то увидел, что где-то еще через 50-60 километров остановка была. На двери постучали, открыли и вытащили нас оттуда, значит. Отправили обратно всех, значит. А дома-то как встретили? Ну, вот. Дома или пряника? Нет, не дома как встретили. Ну, ребята ушли, опять вернулись ремесленные. А мне было как-то стыдно. И я пришел вот именно домой. Я до недели прожил. Приходит милиционер и говорит, Арина, маму-то ее так звали. Тебе сына своего отправляй обратно. Или я его уведу, отправлю в каталаж. Ну, я, значит, ушел к близким родителям. Там два года работал. Вот такая вот жизнь была. Ну, мы давайте сегодня будем веселым. Нет, но эти воспоминания, они, знаете, передают такую, что воспоминания детства, они же всегда добрые самые, правильно? Ну, вот, значит. Я много писал, конечно, о тех местах, где родился. Вот одно из них. Он из-за бедный край родной, Страна чарующих узоров, Свою красную весной, Свою снежной белизной. Ты мне сегодня трижды дорог. Здесь, в угледле кавказских гор, Где яростно гнили грозы, Мне снится твой смористый порт И пожелтевший очей двор, И землю рвущие морозы. Твои медонные льва, Осенний плач, Туманок синий, И землю рвущие стога, И тихой речки берега, Меня зовут, зовут, полыни. И вот тут, как задавали вопрос, значит, о поэте. Я был главным поэтом на всей улице нашей, Где врастали в планету Все приземистых хаток. Говорила соседка, ой, какой уже смышленый, Башкалитый на редкость, У Алины ребенок. А какие он письма всем на фронт сочиняет, Башкалитый мальчишка, Дружу в грамоте знает. Много раз потом слышал, Что я мальчик смышленый, Что дал мальчишке всевышленный, Божий разум сплеванок. И писал всем подряд, Я как мальчик смышленый, Я не грамотный, я парней и девчонок, И стишки сочинял, И пипевки частушки, И хвалили меня Старики и старушки. Я бы хотел на ваши вопросы отвечать, Задавайте вопросы, какие вас интересуют. Много я, очень много я удивил. Юрий Васильевич, да, А девчонки любили стихи ваши? Ну, как сказать, стихи. И вы же, наверное, кого-то удивляли, кому-то. Если можно, но я не знаю. Музер появится давно. Ну, давайте тогда окунёмся и туда, когда я был. Как вам сказать? Ну, были у меня это... Конечно, все мы это время пережили. Были у меня и такого плана стихи. Здравствуй, ангел мой небесный, Голубёнок мой родной, Боль моей невмятой песни, Я рассказываю с тобой каждый день и каждый вечер Мысли, я к тебе речу, Я ищу с тобой встречу, Я сказать тебе хочу, Что угоревать дух с желанием Снова встретиться с тобой, Моё милое создание, Моя радость и любовь. Я мечтаю тихо-нежных, Твоих локодов пройдут, И в глаза твои, как прежде, Моя искорка взгляну. Но, увы, повырю, Как мы разбросаны навек, Ты мой близкий и далёкий, Ты мой добрый человек. Мы по-прежнему любим Жаркой страстью поэта, Но мы разные люди, И мы знаем об этом. Ты пораешь, как ветер, И шумишь, как весна, Для меня в целом свете Высший дар, тишина. Не могу быть обузой у тебя на пути, Не хочу с этим грузом Я по жизни идти, Постарайся без стоны, Эту правду понять. Ты уже не ребёнок, Да и мне 25. Трежво-трежво. Все мы в это время, конечно, писали. Ну вот, надо сказать, Что значительную часть моих стихов, И не только стихов, У меня поэмы солидные есть. Я посвятил годам войны, Тому времени, Что пережила страна, Что пережили люди. Быстрели. Как струны напряглись жилы Гигантской моей страны, Подтяжившей чёрной силы, Навязанной нам войны. И всё же страна стояла, Работала и жила, Надеялась, сопротивлялась, Верила и ждала. Перепрелись корнями Единая кронка и дым, Голод, металл и пламя, Всё человек пережил, От боли не мели руки, Кровь застывала в сердцах, И всё же сдержали люди Море огня и свеца. Быстрели, не сломались, В горящий Берлин вошли, Европу с колен подняли И от позора спасли. Люди редчайшие, С плавой обжига, Сильные люди великой страны, Время не сгладит величие подвига Вами свершённого в годы войны. Вы в пору ада спасли человечество, Вы стоим там, где сгорает гранит, И благодарное наше Отечество Память о вас навсегда сохранит. В стенах горящего рейхстага Последний раз солдат привстал, Привстал солдат с победным флагом, И тут же замертво упал. Ещё вчера домой в Россию Он, выслев матери, писал, Что он дошёл, Что он осилил, Что зло людское обуздал, Что завтра в логре фашизма В той трижды проклятой войне Поднимет флаг во имя жизни, Во имя счастья на земле. Такой ценой, Бедой рождённый В той трижды проклятой войне, Той, что убило миллионы Солдат, Доболив жизнь влюблённый, Поставил точку в той войне. Вы знаете, у меня в руках книга, Которую любезно Константин Дмитриевич Подарил библиотеке. Она ещё даже не оформлена. И называется она «Поклонимся спасшим Россию» 1945-2020 годы. Эта книга удивительная. Она небольшая, Но настолько тут интересные Стихотворения, Которые посвящены Нашим землякам. Вот, например, Стихотворение «Земной поклон». И посвящено оно Нашей землячке Кавалеру трёх орденов славы Матреоне Семёновне Ноздрачёвой. Да? Вот. Ещё здесь Скиарокосовском написано, да? И посвящение Маршалу Василевскому И великому маршалу Георгию Жукову Целая плеяда Имён, которые здесь Константин Дмитриевич Написал стихи, Посвященные этим людям. Но, если можно, Константин Дмитриевич, Мне бы хотелось Прочитать стихотворение, Которое Вот завладело мной Полностью. Вот в таком Серьёзном сборнике, да? «Поклонимся спасшим Россию» Стихотворение называется «Анютины ласки». Когда я смотрю на Анютины в ласке, Тускнеет весь мир Передо мной. В них столько волшебной, Загадочной ласки, В них столько красы Неземной. Цветы эти божьи, По-ангельски милы, По-детски нежны, Хороши. Тепло их, Таинственной, Сдержанной силы, Доходит до самой души. И сердце моё Холодеет от мысли. Неужто потомки мои Не смогут увидеть Красы этой чистой, Живую святыню земли? Спасибо вам за такие Проникновенные стихи И за такой прекрасный сборник. Наших читателей Мы обязательно с ним познакомим, Они смогут его взять И насладиться чтением Ваших великолепных стихов. Ну, я ещё несколько можно А вот именно военные темы Продолжу, а потом перейдём На другие темы. Тишина над Волгой. Разомрели под них и травы, Тают звуки огоньки, Неподвижно стоят дубравы, Задумавшись и реки. Гладь речная прохлада бишет, Камыши шелестят чуть-чуть, Сонный берег волна колышет, Блечет июнь млечный путь. Плещут звёзды под небом синим, В лёгкой дымке скользит луна, И плывёт по оси России Первозданная тишина. Ох, как ждали её когда-то Там круги спятой земли, Защищавшие жизнь солдаты, Но дождаться не все смогли. Не смогли, хотя так хотели, И теперь непробудно спят, И не их лет ошенели, Что от времени поистерели, Скорь века тишин висят. И ветеранам ещё коротенько. Дорогие родные мои ветераны, Как мне хочется всех вас по-братски обнять За всё то, что в стране было сделано вами, За всё то, что теперь обелись и хранят. Вы пожить на земле по-людски не успели, Ваше время в борьбе и решениях прошло, Вашу молодость в годы военные съели, Вашу старость до тла перестройка сожла, На время других отдавались работы, Вашу надежду и вели святые мечты, И за это, за всё, будто птицу развлёть, Вас сродили не так обрести высоты. Дорогие родные мои ветераны, Как мне хочется всех вас по-братски обнять За всё то, что в стране было сделано вами, За всё то, что теперь обелись и хранят. Дорогой Константин Дмитриевич, Вы знаете, вот такая тема, И тема в семье Ходунковых, Это проходила красной нитью, Тема войны. Почему? Потому что Лилия Леонидовна занималась восстановлением, Был написан целый проект Восстановление Даниловского кладбища. И каждому солдату был восстановлен памятник На нашем Даниловском кладбище. У нас сборник, Она нам любезно подарила, Где все эти имена были перечислены. Для чего? Чтобы мы с вами помнили этих людей, И свято чтили память о них. Поэтому мы помним и бережно храним эту работу, С которой и наши читатели могут познакомиться. Спасибо. Бережно это храним, поэтому это все останется поколением. Задавайте вопросы, дорогие мои, Потому что молодежь, надо брать пример. Давайте молодежь. Молодежь, дорогие мои, Потому что такие люди, Это вот, я не знаю, Они для нас очень важны и ценные, Что они к нам приходят любезно. Ну, а давайте так, Тогда я, значит, Несколько слов прочитаю О писателях, Великих писателях. Я этой теме, вернее, Уделил немало времени. Я когда-то взял Примерно 30-35 самых Выдающихся Поэтов, писателей И написал о каждом о нем Стихотворении И постарался, Чтобы там Присутствовал И дух этого писателя, И биографии, И голос Как-то слышался. И вот, значит, Я думаю, У меня в этом плане Что-то удалось. Ну, Большие стихи Почитать не буду, А некоторые отрывочки Из них прочитаю О Пушкине. О дивный гений, О душа святая, Я пред тобой Воистину долгу, Что жизнь проживья Так и не поставил Свечи У черной речки И снегу. Прости меня, О наш волшебник, Милый, Меня и тех Поэтов на усе, Которые Коленки Предполагали, Где ты упал, Коль можешь Прости И нервничать. И нервничать, Легла на травы, Бунья роса, Желтеет лист, Углосает лето, И гости Печальные глаза Задумчивости Смотрят на поэта. И кажется, Мне что-то есть Сродни Увядшим лете И душе поэта, Как будто Вместе Думают они, А что же Ими Было Медопеда. А Есенин Дали С поэта Дивни, Дали С поэта Дивни, Чья Нива Сокровенная Чарует И приник. Есенин Без сомнения Алмаз Загадка Времени Воистину Явление За звездой Средней Горит. Он Будто Поведение Завеет Ранней Чистой Всего На удивление Надрус Сил И сиял И ныне Без Есенина Поэзия Не мыслится Как Аура Весеннее Без Трем Соловья И во стихах Петренными Остались Халат И низкие Горкошка Зарихватская Церковный Перезбор Как бой Как веки Времени Для всех Милы И близкие И таревида Красная И тот Опавший Клен Они горят Как радуги Как Росы Небесные И худая Злодотканная Игулки Век Весны Те Воды Благоголосицы Шумят Текут Волшебные Песни Щебящие Желанные И чуточку Грустные Тольчайшую Лирик Времени Душой Костром Горящие Поющие Спившие Поль до дна И все Так метко Схвачено От юга До и до севера И дай Глаза Сосущая И синь И белизна То был Орган Играющий Певец Сверхнувший Волгой Воистину Даление Поднявшийся Поэт Что сочинял Играющий Но пел С душой Надломленный И сжег Себя Без времени На взгляде Сил и лет Он видел То, что Лушится И понимал Что строится Он видел Смут Дикую В его Родной Стране Душа Его Не слушала Протестовала Спорила И он Не видит Выходя Топил Нью И нет Всегда В городе Целится То неподдельно Чистое Что Время Не проверено Что За душу Берет И в этом Без сомнения Как Иска Российская Поэзия Есенина Века Переживет Писание Не только Наших Некоторых Писателей Писателей Мира Ну вот Такое Стихотворение Ну давайте Я тогда О писателях Сейчас закончу А потом Перейдем К вопросам Есть у него Это стихи Только я О них знаю Он их мне написал И мне их ветер Принес Не о бардах Сибирь Не о литих Не о прелестях Рая Не о строгости Скал Не о свежести Роз О том Что Что священное В мир Не клетно Что святой Душой На костре Не горит Что по Англите Чист И безрешен Революционный Если он Перед небом Душой Не кримит Что не надо Искать Злых людей По округе И во всех Своих бедах Кого-то Велить Если сам Лишь тогда Вспоминаешь О друге Как горбется Удача Посредняя нить Что не станешь Счастливее Не льготу Если счастье Другого Как риск Раскоптал Если ты Ненароком Обидел Другого Если делать Добро Для других Перестал И я старался Так вложить В этот текст Те картинки О которых писали Те писатели И рассказать О биографии И вот Если я писал О Маяковском То я как раз Старался Не только Его биографию О Тревочи Прочитаю Но и то Как он Писал И читал Своих Стих И устро И сложен В нем Ленности Праздник Будто В меч Изножен Всегда Вымал Поэт Время Пора За дело Хватит Боже Терпеть И многим Тогда Хотелось Вместе С поэтом Петь Был Крутым И Ленин Трога За слабость Судил Других Но Где-то Где-то Сломался Душой Нами Слетела Душа Поэта Как С древа Слетает Листок Причины Жи Этой Этой До сели Не знает Никто Или О Высоцком В его стихах Кипела кровь Он шел В атаку Вновь И вновь Убитым Падал И вставал Обиды Преодолевал Душой Израненный Горел С надрывом Жил С надрывом Пел И стал Звездой Средь многих Нас Когда сгорел Когда Угас Ну давайте Вы мне больше Задавайте Вопросы А то я вам Навязываю Своё Нет Никто не навязывает Вы знаете Сейчас Давайте подумаем Вопросы Вот я знаю Человека Который С радостью Взял ваши книги И прочитал Вот это И прочитал Это Алексей Васильевич Ледовской Вот Алексей Васильевич Вы читали Стихотворения Да Константина Дмитриевич Или рассказы Может быть Скажете Пару слов Вот Потому что Книг Там Очень много В библиотеке Вот это Всё Да Вот это Всё Книги Константина Дмитриевич А вы Какое Читали Нет Вы меня тут Десятно Читали Да Нет Ну их Много Я вот Принесла То что Вот есть Ну самые Самые Солидные Конечно Книги У меня Жестокий Век Поэма Вот Звёздный Час Мутантов Вот это Самое Это Если Из Поверху Если Из Прозы Вот Если Из Стихов То Вот Конечно Два Года Назад Вышла Моя Книга Штрихи Нет Ору 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 Константин Дмитриевич Она У нас Издана Шрифтом Брайля То есть Нет Это Маленькая А А Вот В руке Да Значит Я За эту Книгу Стал Лауреатом Мы Если Говорить Так Что Значит Ну Во Во-первых Как уже сказали Я Член Союза Писателей России Член Союза Журналистов России Член Литературного Фонда России Лауреат Журналистской Премени Имени Гердина Лопатина Лауреат Литературной Премени Губернатора Странопольского Края Андрея Губина Ну Вот За последние Книги Я Как раз Это Лауреат Получил Ну Мои Книги Вот Что Интересно В Кемерово Напечатали Книги Для наших Библиотек 700 И Литературных Такой же Тираж Примерно И И И Купила Эту Книгу Приносят Домой И Говорит Вот Я Книгу Купила Нашего Сибиряка И Подает Ее Маме Значит Интересная Книга А Читает Это Костя Это Лилинбург А Лилинбург Ну Не Раскрывай Сейчас Ушло Это И Дай Бог Что Значит Я Я Я В этом Пламе Так Там Не Обозначено Мне бы Больше Писать О Красотах Земли О Бескрайних Просторах России Да Как Ветер Полощ В полях Ковыли Только Я Не На То Тратил Силы Трудно Петь Когда Рядом Беда Когда Всю Разборки Разра Когда Торчит Как Моль Днем Умираем И Вот Тогда Как Раз Я И О Нельце Не О Все О Все О Все Целая Книга Большая У меня Есть Если Возьмите Я хочу Почитать Пожалуйста Да Там Буду Алексея Васильевича Ну Давай Я Когда Это Сам Посмотрел Вот Иногда Настолько Правдиво Настолько Точно Выражено Сам Слов Очень Легко Складывается Заполимается Стихи Очень Хорош На Любую Тему Вот Мне Как-то Вот Тоже Попались Могу Доброе Дебаты Прошли Побавились Страсти Те Кто Понахалить Снова Власти Ну Как Можно Слова Подобраны Вот Точно Это Что Называется И Как Любую Страницу Откроют Прочитают Ну У меня Вопрос Вот Иногда Смотрю Встречаю Ваши Стихи Лечебно Стала Как Происходит Эта Подборка Ну Как Кто Выбирает Сами Нет Иногда Просы Вот Например Дальга С месяца Назад Звонит Мне Как Раз Когда Вот Эта Сложная Обстановка Ну Украина Константин Ну Дайте Что То Ну Вот И Я Ну Давай Даже Не По Телефону Ему Диктую Я Россию Мою Больше Жизни Люблю Я Ее Не Придам Не Покину Но Я Очень Люблю Украину Мою Золотую Мою Украину Я Люблю Беларусь Эту Светлую Лусь Очень Край Моих Придков Далеких Их Могучих Морш Могучих Лесов Их Волшебный Красот И бездобность Озер Синевки Но Я Очень Боюсь Чтобы Ты Моя Русь Все Что Ты Сдел Когда Ты Успела Собирала В веках Сохраняла В веках В межусобном Огне Не Сгорела Он Просит Я В то время Теперь На 8 Марта На 5 Звони Что О Женщинах Ну Давайте О Женщинах Подумим Все Женщины Каприз Как Ну Они Были Ладно Вы Знаете Я Могу Сказать Что Время Вот Таких Людей Как Константин Дмитриевич Это Время Дон Кихотов У 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 Моя Зарисовки Сущего На стыке Бог Детая главная книга И вот Здесь Я Хочу Прочитать Стихотворение Так оно и Называется О Дон Кихотах Он жизнь Прожил С моралью Дон Кихота Прожил Ее В бессмысленной Войне Себя Сжигая Защищал Басоту Такую Фразу Непременно Кто-то Небрежно Скажет Обо Мне Пусть Будет Так Моя Работа Не так Уж И весомая Была Но вдруг И впрям Исчезнут Дон Кихоты Кто бросит Пику Бесово Болота Восстанет Против Пошлости И зла Поэтому Все стихи Константин Дмитриевич Можно Проникнуты Справедливостью Добротой Честью Порядочностью И я думаю Это самое главное В этих стихах Да Да И я вот что хочу Добавить Спасибо Правильно Я что В этом плане Вот хочу Добавить Что именно Стихи Да не только Стихи Любые Производения Если они Правдивые Если они Замешаны На честности Если они Замешаны На любви Вот это Как раз Самое главное И что Будет жить И что Как-то Воспринимается Сердцами людей Провод Мне кажется Всесущее На свете Как ни Поистину Правдивые Правда Вот таких Писателей Как-то В наше Время Не раскручивают У нас Сегодня Больше Ля-ля-ля Па-па-па Люби меня Я тебя Похлопай меня Здесь Если я Пам Вот Такого Будешь Сейчас И надо Сказать Включи Сейчас Радио Телевизор И вот И молотит И молотит И молотит А вот Такого Выстраданного Выбешенного Я не говорю Во мне Ну вот Примерно О том О чем Сегодня Я вам Говорю Вы же По радио Не часто Слушаете Ну Константин Дмитриевич Я хочу Сказать Что наши Читатели Читают Ваши книги Ваши книги У нас Озвучены На дисках Они вот Сейчас Перед вами И вы можете Кто не может Прочитать Может взять И Это В звуковом Варианте Познакомиться У меня В руках Еще Одна Ваша Книга Дело В том Что Грани Таланта Писателя Константина Дмитриевича Хабылкова Разнообразны И еще Одна Книга У меня В руках Берегите Сад Планету И Вы знаете Такие Трогательные Истоки И написано Посвящается Правнучке Моей Оленьке Вот С такой Любовью И я Вот Открываю Страницу И хочу Дорогие Наши читатели Познакомить С этим Стихотворением Я Сладкая Красавица Я Самая Хорошая Я Сладкая Красавица Так Мама Говорит Я Скоро Стану Взрослую И маме Очень нравится Что Мне Вчера Сравняется Не два А целых Три И написано Тем Кому Уже За пять И вот Посмотрите Как Растрело Лицо Константин Дмитриевич Как Как Мы Заговорили О Правнуках Да Ну Продолжение Есть Да Замечательное Можно По этой Книге Нет Можно Даже Нужно Но Во-первых Это книга Года Вот Вот Замечательное Замечательное Книга У меня В руках И вот Вы знаете Мне Когда Почему Я Замечательное Я Когда Встречаюсь С детками Это Настолько Чистый Материал Неиспорченный С ними Так Легко Говорить И я Говорю Дети Я Уже Старенький Я Уже Забываю Вот Я Буду Читать Стихи А Если Я Забуду Вы Мне Будете Помогать Да Будем Будем И вот Начинаю Такой Наперед Однажды Совсем Еще Глупый Мышонок Увидел Как Прыгает В пруд Лягушонок Глазонки Закрыл И в канаву Нырнул И знаете Чуть Был И утонул Спасла Чудо Корову Одна Взем Ладрик Выпила Лужу Одна Мышонок Завез Посидел Задрожал И в печку Прогреться Глупость Забежал Пока Разобрался Чего Творил И лавки И хвостик Себе Палил Теперь Чтобы Не случилось Буды Все мыши Бегут От огня Избывают И И воды Я говорю Правильно С деревни Хвостом Воробей На кур Долетал На ворон Голубей Однажды Летел Лететь На кота И мигом Остался Хвостом Без Хвоста Правильно Дети Помогаете То есть С детьми Очень интересно Очень интересно Но я иду Там Эта книга Чем ценная И она у меня До пяти Там По-моему Да Потом До восьми Потом Для взрослых Детей Для пап И мам Для пап И мам И проза есть И тем Кому за восемь Я думаю На монофад Кудет Эта книга Можно Кому за Весен Можно Как-то Есть Замечательная Книга Мы вам Всем советуем Прочитать И погрузиться В детство В теплые Воспоминания Ну вы знаете Сегодня Много стихов Развучало И мне вот Хотелось Ну вот Такую Небольшую Подводку Сделать К тому Что Конечно же Ну без громких Слов могу назвать Константин Дмитриевича Певцом России И нашего Ставропольского Края Почему Потому что Все стихи Необыкновенные Проникнуты Любовью И у меня в руках Вот Сборник Поклонимся Спавшим Россию И здесь Одно из стихотворений Мне вот Очень понравилось Я бы вам Хотела Сейчас Его Прочитать Называется Она Боль Щемящее Сердце Держу В ладони Зернышко Пшеницы Дивлюсь На эту Проху Чудо Я В которой Искра Разума Таится Вселенского Живого Бытия И хочется Понять Какую силу Хранит В себе Волшебное Зерно И чтобы Нынче На планете Было Не появись На белый свет Оно Душа От этой мысли Холодеет А вдруг Угаснет Та живая Нить Вдруг Мы не сможем Вдруг Мы не сумеем Сей дар Природы Нашей Сохранить И не Объемли Мы Его Вольнею Я думаю Здесь даже Призыв К нам Сохранить Все Что нам Дано Нашими Отцами И дедами И дорогой Константин Никитлевич Оксана Да Да Еще вопрос Константин Скажите пожалуйста Подходит День Победы Будет Да Какое Сохранение Любима Это Дате Посвященное Предложили бы Есть У меня Стихи Зачем Я имею Любима Можете Найдите там Победу Прочитайте Именно Победа День Победа День Победа Начайте Очень много Вы Я все Выдам Все Потом Эти книги В свободном Доступе Вы Сможете Взять И дома Прочитать Я вот Извините Константин Дмитриевич Хочу От всех Нас И от Библиотекарей Сказать Большое Спасибо И подарить Вам Именно И всем Читателям Такой Музыкальный Подарок Вот Кто Увидит Может На экране Его Увидеть Музыкальный Музыкальный Дерьман Уголок Красивый Музыкальный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!